Привет всем! В данном уроке мы с вами рассмотрим процесс построения детали корпус, 3D-модель который вы сейчас видите на экране. Небольшой дисклеймер. Почти 14 лет я работаю в различных CAD-системах и особенно хорошо знаю Inventor и AutoCAD. Но что касается компас 3D, мое знакомство с ним произошло буквально месяц назад. Компас включен в программу обучения университета, в котором я преподаю в настоящий момент, но мне приходится его осваивать. В первую очередь урок предназначен для моих студентов, которые делают свои первые шаги в 3D-моделировании в процессе изучения предмета инженерная и компьютерная графика. Но если данное видео посмотрят более опытные пользователи и увидят какие-то неточности в моем повествовании, либо предложат более рациональную методологию построений, просьба оставить свои замечания в комментариях и буду вам очень признателен. Ну а мы начинаем. Я заранее подготовил чертеж, он доступен по ссылке под видео, поэтому перед началом построений советую поставить видео на паузу, скачать чертеж и внимательно его изучить. Построение сложных тел, как правило, начинается с декомпозиции. Мы разбиваем сложную форму на более простые и последовательно воспроизводим их на экране. Большинство трехмерных операций начинаются с плоских построений, эскизов. Желательно строить максимально простые эскизы, не перегружая их мелкими деталями, такими как фаски и сопряжения, которые лучше добавить в самом конце в виде отдельных операций. Все элементы эскиза должны быть параметризованы с помощью геометрических и размерных зависимостей, их еще иногда называют ограничениями, это вы увидите дальше в видео. И в конечном итоге все элементы эскиза должны иметь ноль степени свободы, то есть если потянуть мышкой за линию или точку в эскизе, они должны остаться на месте. Наша деталь состоит из двух основных элементов, это плита в основании и корпусной элемент, выступающий на ней сверху в передней ее части, в котором дополнительно сделана полость, несколько отверстий, также в детали присутствуют мелкие элементы фаски и сопряжения. Переходим от теории к практике, так выглядит стартовое окно программы, создадим новый файл детали. Здесь мы видим пустую пока рабочую область, систему координат и дерево построения, расположенное слева. Перед тем, как мы что-то построим, давайте сделаем небольшую настройку. Дойдем в этот раздел, параметры, текущая деталь, размеры, допуски и предельные значения, допуски по умолчанию и отключим допуски по умолчанию для эскизов и операций с твердыми телами. Компас по умолчанию добавляет допуски ко всем размерам, но на данный момент их выключим, поскольку большинство из вас пока в принципе не знает, что такое допуск. Чтобы они вас не смущали, мы их отключили. Нажимаем ОК. Начнем мы построение с вида сверху. Неплохо бы определиться, где по мнению самой программы находится вид сверху. Нажмем вот сюда, выберем вид сверху и получим правильную нужную нам ориентацию. Выберем данный цветной прямоугольник и нажмем создать эскиз. Сейчас мы находимся с вами в среде эскиза. Перед тем, как что-то строить, давайте убедимся, что у нас включен раздел параметрический режим, включен отображать ограничения и включено отображать степени свободы. Окей, начинаем построение. Первое, что мы сделаем, это построим прямоугольник. Иногда советуют в каких-то других уроках вводить сразу размеры в данном окошке, но мы этого делать не будем. Мы построим прямоугольник на глаз и привяжем его определенным образом с помощью геометрических ограничений и параметрических размеров. Это именно тот метод построения, который применяется в большинстве САПР. Поскольку даже если бы мы сразу ввели размеры в начале построений, потом можно было бы сбить их, просто потянув мышкой за объект. Данные размеры не являются параметрами. Окей, начинаем. Построили прямоугольник, теперь свяжем середину его основания с нулем координат. Далее возьмем команду авторазмер. Укажем размер данной стороны. По чертежу это у нас 130. Укажем размер основания. По чертежу это у нас 220. И на этом первый эскиз готов. Принимаем эскиз с помощью данной клавиши. Теперь нам надо выдавить его. Выбираем команду элемент выдавливания. Меняем расстояние на 15, то что тонов чертежа и принимаем результат. Нажимаем escape, чтобы завершить команду выдавливания. Навигация в программе осуществляется следующим образом. Крутить модель можно удерживая правую клавишу мыши. Подъезжать ближе и дальше можно вращая колесо мыши, а перемещать модель по экрану можно удерживая нажатым колесом мыши. Следующий эскиз, который мы построим, мы построим на этой поверхности. Нажимаем сюда один раз. Выбираем команду создать эскиз. И оказываемся здесь. Данный эскиз будет посложнее. Первое построение это опять прямоугольник. Рисуем его произвольно. Далее берем команду отрезок. Рисуем один отрезок вот так. Второй отрезок рисуем вот так. Далее берем команду дуга. Переходим в режим дуга по трем точкам. Щелкаем начало построений, конец построений и третью точку произвольно, чтобы завершить построение дуги. Далее начинаем параметризовывать наш рисунок. Берем уже использованную ранее команду объединить точки. Середину нашего прямоугольника совмещаем с нулем координат. Далее берем команду равенства. Делаем этот отрезок равный вот этому. Берем команду касательность. Делаем касательный переход из этого отрезка в эту окружность, в дугу. Ну и здесь аналогично. Касательность двух сторон. Заметьте, что по мере наших действий число розовых стрелок сокращается. Розовые стрелки это те самые степени свободы, которые мы включали предварительно. Так вот, когда мы закончим наш эскиз, розовых стрелок не должно быть ни одной. Продолжаем построение. Берем команду авторазмер. Задаем размер основания. Оно у нас по чертежу 130. Далее вот это вот размер у нас по чертежу 72. Там на самом деле в чертеже в этом месте сопряжение. Не совсем понятно, до какой именно точки стоит 72, но мы будем считать, что оно стоит до ребра, до того, как там сделали сопряжение. Есть. Следующий элемент, который нам нужно задать, это радиус этой окружности. Он у нас по чертежу 38. И последнее, чего не хватает, это расстояние от этого центра до начала координат. Делаем. Значение у нас 147 и 6. Обратите внимание, все розовые стрелки пропали. Эскиз на этом завершен. Но тут будет одна сложность. Примем эскиз. Если мы сейчас попробуем сделать команду выдавливания, то у нас ничего не получится. Дело в том, что компас не умеет обрабатывать такие контуры, точнее такие эскизы, в которых расположено сразу несколько контуров. Ему всегда нужен один замкнутый контур. В противном случае он начинает делать вещь, которая называется тонкостенный элемент. То есть вместо того, чтобы выдавить всю площадь внутри эскиза, он начинает выдавливать только периметр на заданную толщину. Сбросим команду клавишей Escape. Вернемся в наш эскиз. Для этого дважды кликнем по уже существующему эскизу в дереве построений. Чтобы наше изображение состояло только из одного контура, нужно избавиться от этой линии. Удалять мы ее не будем, а что мы сделаем? Щелкнем ее и в всплывающем меню выберем тип линии вспомогательных. Принимаем эскиз. Берем команду элемент выдавливания. Теперь все работает. Меняем направление выдавливания на противоположное. И здесь сдаем значение размера 60. Принимаем операцию и Escape завершаем операцию. Система координат теперь нам абсолютно не нужна, она только мешает. Чтобы от нее избавиться, можно нажать вот сюда и выбрать систему координат. То есть мы скрыли отображение системы координат. Так работать нам будет удобнее. На этом шаге обязательно следует сохраниться. В компасе есть автосохранение, но не советую на него рассчитывать. Приучайте себя сохраняться после каждых нескольких действий. Нажимаем на сохранение. Назовем нашу деталь. Кортус 02. И продолжим. Следующее, что мы будем делать, это центральную полость. Создадим эскиз на этой плоскости. Теперь построим две окружности. И такой треугольник у нас тут внизу хитрый есть. Начинаем. Берем окружность. Нам бы неплохо привязать ее к центру уже существующей дуги. Как это сделать? Вот мы взяли окружность. Нажимаем правую клавишу мыши. Выбираем привязка. Центр. И щелкаем в дугу. Теперь центр нашей окружности связан с центром той дуги. Построим. Строим еще одну окружность. Далее. Берем команду автолиния. Она отличается от отрезка тем, что позволяет рисовать последовательно. Отрезок же завершается после каждого действия. Раз, два, три. Если вы, как и я, случайно каким-то образом подвернули вашу модель, и вам теперь неудобно работать, что можно сделать? Нажать правую клавишу и выбрать вот такую вещь нормально, и наш эскиз развернется опять на ортогональную проекцию. Хорошо. Начинаем накладывать зависимости. Совмещением точек середину отрезка привязываем к нулю координат. Берем равенство. Эти два отрезка у нас должны быть равны. Далее. Выравнивание точек вот здесь. Центр этой окружности должен лежать на одной прямой с центром этой окружности по вертикали. Сделано. Теперь надо расставлять размеры. Берем команду авторазмер. Вот этот размер у нас по чертежу 130. Также нам известно, что угол здесь у нас с вами 45. Размеры окружности можно было бы поставить, но тут будет один нюанс, связанный с тем, что если мы сейчас расставим размеры окружностей, потом мы выдавить с вами это не сможем по той причине, что тут несколько контуров, я об этом говорил ранее. А если мы обрежем окружности, то размеры с них пропадут, поэтому здесь лучше сначала обрезать, все лишнее, а потом расставлять размеры. Берем команду, которая называется усечь кривую. Она расположена вот здесь. Обрезаем этот кусочек, этот кусочек и вот этот кусочек. Все, контур теперь у нас один. Остается только расставить размеры. Берем команду авторазмер. Выносим сюда. На чертеже нам дан диаметр, а выносится по умолчанию в радиус. Ничего страшного, правой клавишей и выбираем тип диаметра. Значение у нас с вами 68. Продолжаем. Здесь аналогичным образом поступим. Диаметр. И здесь 118. Есть. Теперь сдаем то, чего не хватает. Не хватает расстояния от этой точки до вот этой точки, до центра окружности другой. И здесь мы с вами сдаем размер, который нам дан на чертеже. 83-25. Есть. И на этом получается все. Розовые стрелки на эскизе пропали. Принимаем эскиз. Берем команду выдавливания. Переключаемся на тип операции вычитания. Вот здесь. Задаем значение, на которое нам надо вычесть. Это у нас по чертежу 45. И меняем направление на внутреннее. И эскейпом завершаем команду. Большую часть модели мы уже построили. Теперь речь пойдет об отверстиях. Когда мы строим в 3D-моделях отверстия, если программа позволяет вам пользоваться командой отверстия, то лучше делать это отверстие. Дело в том, что в некоторых сапрах есть такая отдельная команда отверстия, а в некоторых нет. В компасе она есть. В тех сапрах, где ее нет, что обычно делают? Рисуют в эскизе кружок и выдавливают кружок с вырезанием, с вычитанием. Здесь же команда отверстия есть, поэтому будем пользоваться ей. Команда позволяет нам поставить точки и по ним построить отверстия. Либо задать размещение отверстия прямо на лету. То есть вызвать команду и потом показать, где будет отверстие. Специфика того, как заданы размеры на данном чертеже, говорит на том, что все-таки потребуется предварительный эскиз с точками. Так мы сможем точно расположить наше отверстие в соответствии с чертежом. Создадим эскиз на этой плоскости. Далее нам нужно расставить точки для отверстий. Сверху у нас отверстия размещены по дуге. Берем команду дуга, правой кнопкой привязка, центр. Показываем центр. Щелкаем сюда, щелкаем сюда. Опять я случайно развернул эскиз, ничего страшного, правая кнопка поставить в ортогональ. Есть. Далее берем команду точка. Две точки мы ставим прямо в конец нашей дуги, начало и конец. Еще две точки ставим ниже. Пока размещение примерное, а теперь будем привязывать их точным образом. Вот эта линия нам нужна исключительно для построений, поэтому щелкаем на нее и выбираем. Из списка меняем тип на вспомогательное. Следующий шаг. Расставляем зависимости. Здесь и здесь у нас точки лежат на одной прямой по горизонтали. Здесь аналогичная ситуация. Раз, два, горизонталь. Что еще нам известно? Нам известно, что радиус вот этой окружности у нас 45. Расстояние между точками здесь у нас с вами 74. Точки завязались, с них пропали розовые стрелки, то есть все, они намертво закреплены. Внизу что нам известно? Внизу нам известно, что расстояние от начала координат, ну либо от нижнего основания до точек по высоте у нас 20. Расстояние между точками по ширине у нас с вами 114. А вот теперь самое интересное. Точки у нас между собой завязаны 114, но вправо и влево они могут двигаться, потому что относительно центра они пока не привязаны. Есть такой интересный трюк, который позволяет центрировать объекты относительно какого-то неподвижного объекта. Как это делается? Ставим размер отсюда до сюда. Щелкаем. И вместо того, чтобы сдать какое-то конкретное значение данному размеру, обратим внимание на вот эти вот красные подписи к нашим размерам. Это имя переменной, имя параметра. Вот этот размер у нас называется V120. И мы так и напишем. V120 поделить на 2. Тем самым вот этот размер у нас будет определяться вот этим размером, а точки всегда будут расположены равноудаленно от начала координат. Щелкаем. Сделаем. То есть здесь у нас видите формула, и этот размер теперь как бы справочный получается. То есть он управляется вот этим размером. Хорошо. Эскиз готов. Принимаем его. Теперь начинаем работать с командой отверстия. Нажимаем на клавишу «Простое отверстие». Наши отверстия резьбовые. Об этом говорит обозначение на чертеже M10. Поэтому сразу включаем резьбу. Тип резьбы оставляем по умолчанию, но диаметр меняем на M10. Раскрываем список. И меняем 10 на 10. Глубина резьбы у нас с вами по чертежу 18. При этом полная глубина отверстия 24. В параметре задали. Теперь надо размещать наше отверстие. Для этого выбираем точку и плоскость, на которой они расположены. Применяем. Опять выбираем точку и плоскость, на которой они расположены. И так повторяем 4 раза. Дело в том, что после первого отверстия, когда мы нажимаем галочку, все параметры сохраняются, и мы можем применить их несколько раз. Автоматически применять отверстие ко всем точкам эскиза компас, насколько мне известно, не умеет. Если я ошибаюсь, поправьте меня. Делаем третий шаг. Точка, плоскость, применить. И четвертый. Точка, плоскость, применить. Escape, чтобы закончить команду отверстия. И теперь выключим видимость нашего эскиза. Для этого нажмем на глаз, дереве построений, чтобы эти точки нам не мешали. Резьбу компас отображает в виде вот таких вот плоских элементов. Они обозначают, что в этом месте есть резьба. То есть визуально резьба не показана, но наличие таких отверстий позволит вам получить правильное сечение на чертеже. Дальше нам нужно построить два центральных отверстия. Их нужно привязать концентрично вот этим вот элементам. Для этого построим эскиз в этой плоскости. Возьмем команду точка. Правой кнопкой выберем привязка к центру. Покажем нашу дугу, щелчок. Еще раз привязка к центру. Дуга, щелчок. Эскиз готов, принимаем его. Строим два центральных отверстия. Выбираем отверстие. Параметры этого отверстия для верхнего у нас диаметр 25. Там еще есть такой элемент с краю фасочка на нем. Эти же элементы можно получить командой отверстия с зенковкой. Но специфика того, как заданы размеры на нашем чертеже. Позволяет нам сделать просто отверстие, а потом зенковку получить отдельной фаской, чтобы не пересчитывать размеры самому. Выбираем. Диаметр нашего отверстия верхнего 25. Насквозь оно у нас идет. Выбираем точку. Выбираем плоскость. Применяем. Готово. Повторяем. Точка. Плоскость. Ну а теперь меняем диаметр. Диаметр нижнего отверстия у нас с вами 16. Применяем. Эскейпом завершаем команду отверстия. Листаем здесь дерево, но если у вас не полностью влезает, листайте его колесом мыши в самый низ и выключаем видимость эскиза. Он свое уже отработал. В принципе, сразу не отходя от кассы, можно добавить фаски на эти отверстия. Убираем здесь команду. Указываем ребро 1. Указываем ребро 2. И здесь меняем значение. Фаски у нас по чертежу 1 на 45. 1 задаем, 45 уже было. Применяем. Теперь нам нужно сделать два отверстия вот здесь, которые расположены на этой плоскости. Эскейпом завершаем команду фаска. Нажимаем сюда. Создаем эскиз. Рисуем две точки. Берем раздел геометрия. Точка. Точка 1. Точка 2. Задаем. Выравнивание. Этой точки с вот этой точки по горизонтали. Расставляем размеры. Между точками нам известно, что у нас с вами расстояние 180. Расстояние по высоте от края детали у нас с вами. Если тут надо аккуратно попасть, рекомендую сначала выбрать точку. Сначала точку, потом линию. Вот так будет удобнее. У нас с вами расстояние 30. И опять же надо их отцентрировать относительно системы координат. Ставим размер отсюда. До сюда. Выносим его куда-нибудь, куда удобно. Переменная у нас V310. Делим на 2. Рисунок центрируется. Есть. Точки закреплены. Степеней свободы у них не осталось. Принимаем эскиз. Берем команду простое отверстие. Можем сначала выбрать точку, потом параметры. Можем параметры, потом точку. Как вы заметили, здесь с этим все гибко. Параметры отверстий. Диаметр 17. Отверстие у нас насквозь. Выбираем точку. И плоскость. Применяем. Выбираем точку. Плоскость. Применяем. Escape. Завершаем команду. В дереве построений. Включаем видимость эскиза. Берем фаски. Фаски у нас с вами вот здесь. Раз. Два. Значение фасок 2 на 45. Меняем на двоечку. Берем еще раз фаски. Видите, команда все еще активна. И делаем сразу вот эти фаски. Раз. Поворачиваем модель. Два. Эти фаски у нас 5 на 45. Берем пятерку. Применяем. Эта часть готова. В принципе, наша модель почти завершена. Осталось добавить необходимые сопряжения. Сопряжение это когда одна поверхность в другую переходит по радиусу. Плавно. Берем команду, которая здесь называется скругление. Выбираем ребро 1. Поворачиваем модель. Выбираем ребро 2. Радиус нам дан на чертеже. Это 15. Принимаем. Далее мы знаем, что у нас вот здесь еще это видно на сечении, которое расположено вместо вида слева. То есть на чертеже у нас справа у нас. Здесь у нас есть некое сопряжение. Р5. Выбираем это ребро. Выбираются сразу, кстати, видите, больше ребер. Почему? Потому что если у нас ребра переходят друг к другу по сопряжению, как вот мы здесь видим и здесь мы видим, то это считается за одно ребро внутри команды. Поэтому выбирает сразу все. Выбираем R5. Применяем. Также внизу у нас с вами R5. И тоже это видно, что в общем-то оно у нас и здесь, и здесь, и здесь. Поэтому выбираем одно ребро. Они автоматически подхватываются. Просто нажимаем применить. Escape завершаем команду. Сохраняемся. Последний элемент это сопряжение, которое у нас вот здесь идет изнутри. Берем команду скругление. Убираем данное ребро. Выбираем значение R1. Оно и так и есть R1. Применяем. Escape завершаем команду. На этом все. Насколько я вижу, других элементов на чертеже, которые мы не построили, больше нет. Что еще можно сделать? Можно зайти в свойства модели. Правой клавишей. Свойства модели. Здесь поменять обозначение. Если бы оно было, здесь поменять наименование. Наша деталь называется корпус. Здесь можно поменять материал. Материал у нас с вами не сталь. По чертежу у нас там чугун серый. Можно выбрать здесь. И собственно чугун. У нас там еще 12. Здесь такого нет. Ну, пускай так. Выберем СЧ-10. Ничего страшного. В данном случае не будет. У нас все-таки учебная работа. Если захочется поменять цвет модели, это можно сделать здесь. В данном случае чуть-чуть потемнее сделаю. Просто чтобы показать, как это работает. И применяем. Окей. Модель на этом закончена. Сохраняемся. Ну и прощаемся с вами. До новых встреч. Спасибо за внимание. С вами был Михаил Царев. С вами был Михаил Царев.